Накал и драматизм этим отличился в Байкал-Оупен в этом году. Причем уже в полуфинале схватки были тяжелыми и физически, и морально. На ковре Любовь Овчарова и монголка Батаржав. Наша девушка – член сборной России, звезда борьбы. В 2017-м на чемпионате мира получила травму, и это первые ее большие соревнования после перерыва. Представительница Краснодарского края долго идет вровень с оппоненткой из степной страны. И, наконец, билет в финал ее. Мы за вас болели. Мы так классно выступили. У нас чуть сердце не остановилось от счастья. Как ощущения? Пока не могу ничего сказать. Тяжелая была монголка? В принципе, весь турнир тяжелый для меня. После возвращения. Правда, в финаль Любовь все-таки уступила еще одной монголке. Девушки из соседней страны забрали пять золотых медалей из шести. Последнюю все-таки удалось вырвать Веронике Чумяковой. Тяжелым и даже провальным оказался турнир для борцов из Доминиканской республики. Они привлекали внимание, но только не своей борьбой. В итоге даже в топ-пятерке атлетов нет. Получше сложилась судьба для сборной Венгрии. Одна бронза – их. Я думаю, что у этих соревнований высокая квалификация. Бурятия – это очень интересная страна. Я впервые здесь. Это очень аутентичное место. А люди очень дружелюбные. Как в Венгрии? Да. Это хороший турнир. Сегодня толчок дает. Но я думаю, что сборной Дагестана нет. Много Чеченской республики. Но, конечно, Америка, самые основные – Иран, Турция. Они, если бы приехали, это было бы украшение. Наши парни выступили лучше. У мужской команды Бурятии четыре золота и три бронзы. За одну такую медаль наш Тамир Гармаев вырвал из рук нашего же Алдара Бальжинимаева. Оба борца титулованные и опытные. Тамир продолжил схватку даже после травмы. А посвятил победу своей дочке. Травмы, нога, уши. Зачем это нужно? Тать с такими травмами. Спорт такой. Борьба. Но стоит победа этого или нет? Да. Стоит? Стоит. Турнир на призы главы Бурятии проходит уже в 24-й раз. С этого года он носит название «Байкал Оупен». Чтобы все жители Бурятии и наши гости порадовались вместе с нами за наш турнир. За нашу борьбу, которая, как мы считаем, находится у нас в краине. Убежден, что проведение турнира будет способствовать дальнейшей популяризации вольной борьбы и здорового образа жизни. Хронику турнира, интервью с нашими чемпионами и все результаты также можно будет увидеть в программе «Радар Спорт» в этот четверг на ТВ Коми. Алевтина Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова